Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин, мой собеседник Евгений Валов, руководитель кировского филиала компании Ростелеком. Приветствую вас. Добрый день. Завершается 2022 год, пора давать оценку проведенной работе и формировать, конечно же, планы на будущее. В последние годы, как известно, компания Ростелеком активно прокладывается в нашей области в лаконно-оптические линии связи. Это предусматривается федеральными программами, в том числе такой программой, как устранение цифрового неравенства. Какие задачи, Евгений Владимирович, перед компанией в нынешнем году стояли? Удалось ли достигнуть желаемых результатов, выйти на новый уровень? Поделитесь, пожалуйста. Ну, если мы говорим о крупных федеральных программах, которые инициируют и проводят наше правительство, то филиал поставленной задачи выполнил на 100%. То есть в этом году у нас реализовывались и социально значимые объекты, мы доподключали. Плюс в этом году по программе, как вы называли, устранение цифрового неравенства, мы развернули 27 базовых станций сотовой связи. То есть предоставление в районные области, в небольшие населенные пункты от 100 человек и выше, полноценных услуг связи стандартно 2Ж плюс ЛТЕ. То есть это голос и передача данных. Вот мое личное мнение, там много федеральных проектов на моем, ну скажем так, рабочем веку было. Это вот последний федеральный проект, связан с устранением цифрового неравенства. Это такой вот проект, который является драйвером развития всей телекомотрасли и дает возможность всем людям, ну нашей, я честно скажу, бескрайней страны, воспользоваться тем, чем обычный городской житель уже, ну как бы, у которого не видит себя без этого, без этих сервисов, да. Уезжаем в село, там все гораздо немножко хуже. Вот эти все федеральные проекты, они позволяют реализовать и дать сервис людям, которые пользуются. И вот мы по нагрузке, по мониторингу потом видим, что, ну, народ просто как бы пользуется возможностями в полносе 100%. Отзывы положительные затем поступают, собственно, да? Ну, они есть всякие, да. Смотрите, базовая станция, конечно, ставится одна, населенный пункт, да, и мы, ну, физику никто не отменял в этом ситуации, да. Чем дальше от станции, тем немножко хуже, рельеф у нас, к сожалению, мы не в пустыне живем, или к счастью, да. То есть, соответственно, бывает рельеф такой, что часть населенного пункта на одной стороне холма, а часть на другой тоже есть проблемы. Поэтому, ну, бывает 100% всем не угодишь, но возможность в самом населенном пункте, она появляется. Что касается дальнейшей работы, да, на этом поприще, установка базовых станций, много еще придется работать именно в нашем регионе? Насколько сейчас жители отдаленных уголков области у нас обеспечены? Я бы сказал, что пока еще это только начало долгого пути, да. Почему? Потому что в прошлом году 64 базовых станции, в этом году 27, вот уже в следующем год мы уже часть базовых станций начинаем строить в этом году, да. Ну и плюс настоящий момент, закончилось, наверное, уже, но было голосование на портале госуслуг о, как бы сказать, выборе следующих территорий, которые будем строить летом следующего года. То есть, ну, вы знаете, что у нас, скажем так, область очень большая, там, 121 тысяча квадратных километров, да, и населенных пунктов вот 100 с небольшим их очень много. Поэтому где ездить поработать, я думаю, эта программа еще будет долгой. Но эти цифры, эти планы, они утверждаются совместно с руководством, в том числе области, безусловно. Ну, инициатором здесь все-таки является заказчиком эта федеральная Минцифра. Ну, естественно, они с каждым годом, понимаете, придумывают алгоритм выбора данных территорий. Естественно, понимаете, что страна в целом большая, да, и никаких денег всех удовлетворить одновременно не хватит. Да и возможностей, да и оборудования не хватит, в принципе. Соответственно, как-то же надо критерии, да. Вот, соответственно, вот я понимаю руководство министерства, да, оно каждый год дорабатывает и усовершенствует алгоритм выбора, как бы сказать, тех населенных пунктов, где будет строительство. Ну, и вот они выбрали, скажем так, это голосом. То есть люди должны сами хотеть. Это, в принципе, не только в телеком, это во всех других отраслях. Совместные инициативы, знаете, там, ППМИ, различные программы, то есть нас заставляют принимать участие. В этом. Поэтому вот в этом году так, голосование. А это сейчас, кстати, единственная возможность завести тот же интернет в отдаленный населенный пункт, то есть участвовать активно в голосовании, чтобы как можно больше набрало. В частном порядке получить нельзя услуги? В частном все можно. Все можно? Да. Только дело в стоимости, наверное. Дело в цене, как обычно, да. То есть, смотрите, естественно, любой проект, а мы являемся все-таки акционерным обществом, да, и соответствующими полномочиями требуют. Коммерческой компанией, да. Когда мы не работаем, работаем по определенным утвержденным показателям, один из них прибыль, да, соответственно, мы считаем затраты. И если в населенном пункте ничего нет, да, и там 5-6 человек захотели прийти, чтобы современная связь по оптическим технологиям и прочее, да, соответственно, сформируется стандартный кейс, ну, это новое модное слово, кейс, да, ну, там, проект со своими окупаемостью, да, и мы смотрим там 5-6-летняя окупаемость и что нужно, чтобы окупилось, да. И, соответственно, на 5-6 человек тянуть оптику там много километров – это утопия. И вот когда реализуются уже федеральные проекты, и мы там, допустим, в населенный пункт приходим там по федеральной программе, да, то есть нам оплачивают, нам компенсируют из бюджета вот эти затраты, дойти, допустим, до села, не знаю, там, деревня Кузнецы, не знаю, там, любого из районов, да, или там полом их, полом их по области очень много. Я знаю, повторяется часто у нас название населенных пунктов, да. Соответственно, мы приходим туда и в дальнейшем, ну, выполняем по госконтракту что-то, но уже в селе появляется точка оптического присутствия, и вот уже оттуда короткие линии строить уже до жителей гораздо дешевле. У нас кейсов таких в этом году очень много. Я в этом году 1600 портов по оптическим технологиям построил вот под такими кейсами. То есть приходят, мы проводим исследования, либо люди сами инициативу проявляют, там, подпись, ну, жителей, там, что мы хотим-хотим, мы обсчитываем кейсы, говорим, уважаемые жители, на вашу инициативу мы готовы построить вот из того объема, который вы предоставили, там, разовый инсталляционный платеж, то есть это разовый, ну, я не знаю, там, 3000 рублей. Все остальное по прескуранту в соответствии с тарифным правом, который выглядит. Согласны они, ну, допустим, да, согласны. Мы строим, ну, идет подключение. Большая протяженность, собственно, да, территории, через которые нужно тянуть оптику, разнообразный рельеф, зачастую болотесная местность, это все остается одним из основными, да? Конечно. Трудностей в вашей работе. И рельеф, и болот, ну, севера, это, ну, вы сами сказали, это болото, да, то есть там... Ну, Таопаренский район, например, я себе, да, хорошо представляю, потому что родственники живут там. Да, кто там, Верхнекамский, все районы другие знают, что там, Нагорский, там, в части районах мы только зимой можем строить, потому что, ну, пока земля промерзает, соответственно, технику держит. Конечно, это вот, ну, протяженность очень большая, и у нас очень низкая плотность населения. То есть, допустим, я всегда себя сравниваю, это по Поволжью, ну, у нас так, по филиалу там, с Оренбургом, при одинакой практически квадратуре площади области, то есть у них 120 тысяч, 122, или наоборот, у них 120, у них 121 тысяча километров, у них плотность, если нет, у них меньше населенных пунктов, но они больше. Соответственно, им чуть легче. Это скученность, так скажем, да, как мы говорим? Ну, господа, уважаемые слушатели, мы все едем по нашей области, пока из нее выйдешь, там, 3 часа едешь, куда-то едешь, 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 наконец-то выехал из области. В Европе, там, пару-третьку стран мы бы уже проехали. Ну, как-то так. Поэтому, да, но смотришь на нашу территорию, понимаешь, что все в жизни относительно, возьмешь Красноярский край и понимаешь, что вот у кого обширная территория. Которая является вторым, по-моему, в стране по территории, по величине. Ну, по крайней мере, от Китая и до Северного Ледовита вон туда протянулся. Что касается взаимодействия с сотовыми операторами, тут в чем суть работы заключается, как в этом году обстояли дела, знаю, что был проект с мобильными телесистемами, как сейчас работаете? Ну, давайте там, поясним, да, был проект с мобильными телесистемами, когда мы приходим к оптической технологии, дотягиваемся до населенного пункта, то, в принципе, получается, ну, это на сленге нашем, получается, там, возможность транспорта, то есть, получается, возможность доставки, там, ну, оптика, это практически без ограничений, там, сигнал, с этого населенного пункта, да, там, ну, до центра, назовем так. Соответственно, уже появляется у наших операторов, у сотовых, кто занимается, там, ну, профильным бизнесом давно, возможность поставить, там, базовую станцию развить и воспользоваться нашим каналом, как транспортом. Соответственно, мы с МТС, там, в прошлом году и позапрошлым реализовывали большую программу, там, 48, мы таких способов базовых станций поставили, планировали в этом году, правда, там, с другими коллегами, но, к сожалению, там... С другим оператором. Да, с другим оператором, потому что, ну, мы, как бы сказать, ну, не заточены под одно, да, там, инициатива была от правительства области совместно, то есть, позапрошлый, прошлый год от МТС, в этом году тоже был оператор, кто хотел воспользоваться таким же сервисом, но, к сожалению, при определенных событиях в стране образовался дефицит оборудования, и пока эту программу поставили на холд, ну, на паузу. Она сейчас реализуется после решения логистических проблем, ну, в принципе, она может продолжиться. Ну, проблем действительно там немало складывается, да, в этой сфере. Я знаю ситуацию, когда где-то в отдаленной местности в селе ставится базовая станция, но, увы, это не тот оператор, которым привыкли пользоваться люди в данной местности. Там они на протяжении многих лет уже вот пользовались другой компанией, где-то там вдали стоит вышечка, связь худо-бедно, но была, а вот сейчас другой оператор, и надо вроде как другие сим-карты покупать. Ну, вот не знаю. Ну, это задавайте так, вопрос привычки. Да, оправданно ли задавать вам именно такой вопрос? Вы-то свою работу сделали, вы протянули, собственно, да, линию. Что я могу сказать людям? Во-первых, это вопрос привычки, да, первый момент. Второй момент. В настоящий момент, возможно, переход с оператора на оператора без смены номера. Поэтому пользуйтесь. Ну, если вас не устраивает оператор, которым вы там, ну, там, на излете сигнал ловили, там, ставили усилить, или многие ставили подпрыгивать. Или забирались на березу куда-то. Да, подбрасывали там мобильный телефон вверх на воздушном шарике, передавая ММС и там мессенджерах сообщения, да, а появился другой, но с устойчивым сигналом, с нормальной скоростью. Ну, окей, смените и перейдите. Тарифные планы в настоящий момент мы мониторим рынок, ну, у всех более-менее одинаково. Согласен. Вот я так рынок, мы все смотрим рынок, мы все работаем в рынке, да, то есть, ну, там, может быть, там, 10-15 рублей, какие-то наполняемость пакетов чуть-чуть разная. Ну, вот вам хватит. Согласен в том смысле, что, да, когда-то можно было найти более выгодные, более дешевые предложения, но с переходом на вот эти пакеты, да, когда у тебя там смски определенное количество, определенное количество минут и гигабайт, ну, в принципе, картина, наверное, по операторам одинаковая. Все зависит, наверное, сейчас от того, действительно, в какой местности можно комфортно пользоваться данным оператором. Люди в основном еще выбрать чем, то есть, если там дети, там, внуки, да, пользуются, там, одним оператором, соответственно, человек, если у него что-то еще брало, он там сидел, ну, появился другой, ну, здесь надо посчитать, но на самом деле я считаю, что здесь вполне возможно перейти, и номер сохранится, и будет без проблем. Еще одна тема, о которой сейчас довольно активно говорят. Международная обстановка у нас достаточно напряженная, мы живем в условиях санкций, и, естественно, в телекоммуникационной отрасли и программные продукты, и непосредственно оборудование, железо, как принято называть его, да, профессионалами, возникают с этим проблемы. Как в Ростелекоме обстоят дела с этим? Как выкручиваетесь из таких очень сложных ситуаций? Удалось ли заменить, возможно, заместить что-то отечественным? Ну, в Ростелекоме, наверное, так же, как у всех остальных операторов в России, да, все мы живем и работаем в тех условиях, которые есть в нашей стране, ни у кого там ни лучше, ни хуже. Ну, в целом происходит, вот, давайте так скажу, мы не можем что-то купить, но и люди не могут что-то продать, да, соответственно, а у всех бизнес. Нет товара, нет купца, да. Да, то есть те, кто производят, им тоже надо продавать, то есть кушать и есть они хотят, и хотят и кушать есть их работники. Поэтому в настоящий момент, ну, давайте, что грех отрит, выстраиваются логистические цепочки для, там, возможности возобновления, там, поставок оборудования в страну. Значит, отечественное производство, возможно, оно и есть, я знаю, что многие работают, в принципе, отечественные компании, кто, там, сейчас смотрят даже, там, на вопрос создания, там, базовых станций, что никогда не было в стране, да, там, под ключ, то есть от и до, с секторами, с антеннами, с коммутаторами, все прочее. Там есть в один маленький момент, нет в России у нас элементной базы, то есть чипы, это все-таки будет завозное. А так, для понимания, в настоящее время базовые станции из каких комплектующих? Ну, или до недавнего времени собирались в основном в Китай? Поставлялись, там, различными вендорами, у кто, с кем работали, допустим, Ростелеком, там, с Huawei работала, да, там, часть компаний с Nokian работала, там, с Ericsson, ну, все разные, да. Ну, давайте так, по большому счету вскроешь корпус, там, либо чипсы Тайвань, Китай, и вот то же самое. Но тут же нюанс не в чипах дело, а в интеллектуальной собственности, да. То есть санкции – это интеллектуальная собственность, то есть наши, скажем так, недружественные партнеры запрещают торговать своей интеллектуальной собственностью. Соответственно, автоматом встают чипы. Вот это основная задача с точки зрения вот импортозамещения по Телеком в целом. А так сборка, настройка, оборудование в России уже научились делать, ПО сами научились писать, правное обеспечение, да, что тоже немаловажно. Поэтому я думаю, ну что. А что-то, кстати, за последнее время удалось внедрить именно у нас в филиале Кировском. Конечно, да. Прямо отечественную разработку. По информационной безопасности у нас вообще есть свое дочернее подразделение, которое там Ростелеком Солар, да, называется, которое полностью нас защищает. Ну, вообще-то и Ростелеком защищает по информационной безопасности. А это вы там, если читаете и смотрите, то хакерские атаки – это, не знаю, там 90% всех инцидентов вообще по миру идет. Защита данных – очень острый вопрос, да, и так далее. И больше того, я скажу, что вот мы, наша дочерняя компания оказывает услуги по информационной безопасности во многих странах мира. То есть там последний тендер где-то мы в Сингапуре выиграли, где там серьезно защищаем. А уж не говоря, там наших нефтянку, газовиков тоже защищаем, и все госсектор. Поэтому в этом отношении, по-моему, мы далеко и серьезно подвинули всех конкурентов с точки зрения Запада. То есть Запад уже смотрит, там приходит. Вы знаете, вот очень много продуктов, которые в настоящий момент есть на российском рынке, но в связи с тем, что был дешевый западный аналог, ну, как обычно, пользовались им. Сейчас пользуемся российским, я очень надеюсь, что они доработают его, досовершенствуют его постоянно. Благодаря вам в том числе. Да, потому что пользователи. Пользователи должны, да, то есть нам нельзя простоять, соответственно, мы пользуем российское. Соответственно, мы за него платим, человек начинает его дорабатывать, потому что на него есть спрос. И я знаю, что часть ПО за последний год доработалась так, что она становится уже конкурентоспособным, ну, западным аналогом. И в этом отношении есть очень много постановлений правительства, которые предписывают свои объекты критической информационной инфраструктуры защищать отечественным, то есть переход на отечественное ПО. И государство, ну, я считаю, это правильно, да, то есть оно немножко дальше видит, чем там многие юридические лица, оно просто нас законодательно заставляет уходить на отечественное ПО. Да, где-то в настоящий момент это придет деградация сервисов, да, ну, согласитесь, там, Microsoft Windows, да, заменить его чем-то возможно, нужно, но это будет все равно что-то чем-то неудобным. Да, база функций многие. Но может быть неудобным на первых парах? На первых парах, конечно, вопрос привычки. Во-вторых, начнется у производителя, кто его использует, у него появляется сбыт, соответственно, у него появляется возможность дает доработки. Поверьте мне, догонят, сделают. Ну, не знаю, уже долгое время ходит информация, появляется информация о том, что отечественное программное обеспечение для смартфонов вроде как появилось, но так или иначе, в действительности о другом говорит. Все мы используем гаджеты, у которых импортные операционные системы, я не знаю. Ну, есть, да, опять же, там есть определенный уровень чиновников, определенный уровень госслужащих заставляет переходить на отечественное ПО, на отечественные гаджеты. Да, я еще раз говорю, возвращаясь на шаг назад, функционал чуть менее удобный, чем мы привыкли. Но в рамках исполнения своих обязанностей при работе на своем рабочем месте, где работодатель является госсегмент, ты обязан пользоваться им. То есть частное и бизнес немножко надо делить, поверьте мне. Поэтому государство здесь тоже осторожно и заставляет нас делиться. Ну, рано или поздно доработаем, и может быть уже и отечественное, скажем так, ПО на гаджетах будет настолько удобно, что мы, скажем так, и в частном будем им пользоваться. Пришлось ли в последнее время рост телекому прилагать больше усилий для того, чтобы оставаться в тренде, конкурентно способными? Потому что ваша отрасль, ну, я так понимаю, промедление смерти зачастую подобно, да? Если не придумал ты, если не внедрил ты, то конкуренты тебя опередят, ты окажешься со вторым, третьим и так далее. Какое внимание уделяете? Да, телеком отрасль – это такая, знаете, отрасль, в которой, ну, я не знаю, слушатели знают, там, теория Голубого океана есть, и теория Алого океана, да, там, Алый океан – это кровь там льется ведрами, то есть это конкурентный рынок, все бьются там, режут друг друга, там, а Голубой океан – ты нашел некий такой суперпродукт, которого нет на рынке, да? Ты его выпустил, и, там, купоны, там, зарабатываешь, и никого нет, и ты один, да, такой все. Это теория Голубого океана. Так вот, в телеком отрасли Голубой океан возможен, но он очень краткосрочен. То есть в нашем ситуации вывод там любого, там, ну, партнера, конкурента, назовем так, любого продукта на рынок, да, который был успешным, копируется на раз-два. Поэтому здесь больше всего все телеком-структуры, вот, там не изменилось ни в последнее время, ни раньше. Мы все бьемся сервисом, только качеством сервиса. Почему? Как мне говорят, я говорю, там, когда начинаешь, там, ну, я, там, в росте телекома, там, работаю, а что у вас никогда не ломается? Да что вы ломается? Я всегда говорю, вот, яблочники сидят, да, там, айфон, какие-то бешеные деньги стоят, там, там, больше, там, 100 тысяч. А помните ситуацию, люди почки продавали, там, за айфон, там, второй или четвертый. Ну, что, не переговорили? Как-то вы платили огромные деньги за место в очереди. В очереди, да. Ну, то есть вот, такой некий ажиотаж создался. Ну, что, штука не ломается, периодически все равно глючит, перезагружаешь ее, да? То есть все в этой жизни ломается. Такие у нас. Да, ломается. Вопрос, как часто, и, во-вторых, как это реагирует, ну, оператор. Если оператор со своей клиентской базой работает оперативно и учитывает ее мнение, и оперативно решает проблемы, и не возникает не так часто, то ты, в принципе, в тренде и в рынке. Если ты начинаешь пробуксовывать по сервису, то, как бы, ты теряешь рынок. Поэтому мы здесь бьемся уровень сервиса с нашими конкурентами уже, там, и до последних событий, там, и год назад, и два года назад. Для нас ничего не изменилось. Ну, по поводу сервиса, по поводу клиентов у вас некие изменения произошли, да, в последнее время с офисами связанными? Согласен, да. У нас произошли изменения с офисом. Мы закрыли точки продаж и обслуживания. Боже мой, слушатели, это все просто. Сделали аналитику, да, сказалось, что вот в нынешний момент всего только одна сотая базы, одна сотая база приходит ногами в точку. То есть, пешочком появляется там. Да, из них 70% от этих пришедших, это вопросы с расчетами. То есть, мне что-то непонятно, мне что-то, да. Уже много лет, не только наша компания, все компании переходят в, там, онлайн, назовем, сервисы. Да, и Ростелеком в настоящий момент предоставляет очень много онлайн возможностей обратиться в нашу компанию, чтобы решить ваши проблемы без прихода в точку обслуживания. Единственный момент, это надо, ну, понять. То есть, у нас очень много исторических людей сложилось, что они привыкли многие приходить, да, там, ну, различный возраст людей. Да, пожилым людям хочется просто пообщаться. Вот это есть нюансы, вот живое общение только есть. Они об этом поговорят, а еще 100 тем еще параллельно затронут и так далее. Согласен, вот на самом деле вот это только. Остальное решается, и можно позвонить на горячую линию. Можно зайти на веб-страничку, оставить заявку. Вот личные кабинеты, я не знаю, сейчас у современных людей очень много личных кабинетов от всего. Поставьте от наших, заявку даешь в личном кабинете, все, она решается роботом автоматически, и тебе в онлайн-режиме отслеживающего движения. Понятно, что, ну, часть людей, допустим, кто не может, ну, вот я таких, не знаю, вот, ну, мне очень жалко, дети, может быть, есть, ну, уважаемые там дети, ну, если у вас есть родители чуть пожилого возраста, ну, объясните им, помогите, поставьте. Моя мама 72 года, она оплачивает сейчас услуги, ну, с телефона. Я ей тут последний день рождения подарил, ну, у нее был старый такой 8-летний смартфон, QR-коды уже плохо со счетов считывал, она медленно... Камера загоралась. А, да, да, на камеру фокусируется плохо, да, там считывается. Все-таки меня немножко, да, я-то расстроился, там, мама, вот тебе 72 года, там, вот тебе смартфон на новый. Они говорят, так шустро сейчас стало все делать, летай. 72 года, мама оплачивает со смартфона, она оплачивает все коммунальные платежи, она туда заносит заявки, все, личные кабинеты она заносит, все. То есть я понимаю, что возраст, это не является причиной, чтобы не переходить, просто надо помочь. У многих детей есть, уважаемые дети, помогите, внуки, помогите своим родителям, бабушкам и дедушкам. Несколько слов о планах уже на год грядущий. Программа, в том числе федеральная, будет продолжаться, да, по прокладке оптических сетей будете участвовать, разумеется. Конечно, да, то есть сейчас я сказал, что есть уже первый пул адресов, который мы строим уже сейчас, он будет сдаваться в первом квартале следующего года. Ну и вот голосование пройдет, придут списки, я думаю, это уже будет весной, и будем строить дальше базовую станцию. Базовую станцию с точки зрения, ну, программа федеральной, по устранению цифрового неравенства. А так, стандартное развитие, то есть строим до юридических лиц, развиваем, подключаем, ну, планируем, там, не знаю, на следующий год, сейчас считаем планы, допустим, порядка 6-7 тысяч домохозяйств подключить по оптическим технологиям, то есть уже частный сектор туда просчитываем совместно с коллегами. Новый год откроется, финансирование откроется, будем уже начинать стройку. То есть, в принципе, в следующий год с точки зрения объема инвестиций, я, наверное, думаю, не хуже будет, чем этот год абсолютно. Будем развиваться. Благодарю за эту беседу, Евгений Валов, руководитель кировского филиала компании Ростелеком. Удачи. Да, спасибо вам. До свидания. До свидания.